ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И набирает свои два очка. Не чувствует он себя таким андерсайз центровым. Очень подвижный, атлетичный. Еще не раз, я уверен, мы его полеты над паркетом увидим. Самсон Дружинцев тоже умеет это делать. Летает, победит Спирасовича игроком. И, конечно, вот такой вот переход. Это сразу двухзайцев убили. Винс Хантер. И так из-под кольца он может набирать просто бесконечно. Пытается найти атаки со средней дистанции. Ну, дважды последние атаки были неточны. А вот здесь двоечка сработала. Опять же, как велика роль Джекири, да, который увидел врывающегося Курбанова. Игроки должны занять позиции. Курич, конечно же, ждет получения мяча на периметре. Артель. Есть размен. Любит такие моменты Тома Артель. Фейком убирает Джекири. И бросок со средней дистанции точный. Отлично заигрывали Винса Хантера. Хорош был Томас Артель. Вот таким фейком он после размена на Большого, что Томас Артель будет обыгрывать один в один. Удивительно, что Джекири на этот фейк повелся. Потому что игрок тоже довольно опытный. Эмбай. Отправляет мяч в корзину. Считать показывает Алексей Давыдов. Тримбол не стал форсировать нападение. Остапкович показывал, что стоял абсолютно один в углу. И сейчас набегает вперед. И вот он, так называемый, бэкдор. Исправил ошибку Мэлла Тримбол. Первый на тренировках и проявляет себя классно в этой команде. Дублевич на Карасева. Зубков разменялся на Уэра. Три секунды на атаку. Капитан Зенита делает скидку на Дублевича. Легкие два для черногорца. Но у Зубкова было преимущество над Уэра. Можно было его тоже реализовывать. Мэлла Тримбол очень быстрый. Очень быстрый игрок. Последите. Может быть только Тренд Фрейзер. Зенита, тот же Тимофей Герасимов, был одним из лучших по этому показателю в прошлом сезоне в составе Енисея. И вот он завершал бросок. Дублевич совсем один. Ну как так? Мы же предупреждали. Визитная карточка Зенита. И то, что Дублевич остался один на дуге, это, опять же, козырь, которым Зенит будет пользоваться. Тут же отвечает Леви Жаншар. Ждет от своих любимых игроков результативных действий. Три секунды. Две, одна. РТЛ, кто как не он, да, может сейчас принести два очка своей команде. Кстати, Курбанову как раз на днях исполнилось 37 метров. Три дня назад. Так что будет хороший подарок. Ну а пока же Сергей Красев отвечает своим попаданием с дальней дистанции. Будет сейчас, кажется, опять включать китайский чемпионат. Тримбол здорово проходит внутрь. Ну и никто его там уже остановить не может. Кайл Курищ ищет обычно свободное пространство. Забегание и различные другие комбинации. Эмбой. А вот Зенит вроде тоже рядом. Где-то ломать ротацию. Все-таки это ЦСКА. Или все-таки продолжать придерживаться своей тактики с движением мяча. И что шансы получают все. Очень сложный бросок. Набранный бросками с двухочковой дистанции. Либо со штрафной линии. Здесь Мэла пока свой главный хозер не показывал. Рейзер снова не самая удобная передача. Но Винс Хантер все-таки этот пас выхватывает. Игру в плане темпа. Все те же долгие позиционные атаки. Курищ залетает в мяч в корзину. И это только девятый очко в четверти. Курищ, конечно же, рассчитывал здесь на... Как и Зенит в первой половине. 13 попыток. Лишь две точные. Ну, вообще, это философия Хевера Паскуаля. Хорошая защита. И вот такие быстрые броски, как от Рета Фрейзера. Наверное, все-таки забивает Фрейзер. Отправляет мяч в корзину. Но он действительно тоже может считать себя элитным снайпером. Каспер Уэйр из-за другие. Тут же ответ. И вот это противостояние малышей. Мяч тоже изменился в новом сезоне. У Каспера Уэйра будет 6, 5, 4, 3 секунды. Его бросок в лоб. Каспер Уэйр реализует. Он может такие броски поставить буквально. Фрейзер с мячом. Слон от Хантера. Трех очковый Винс Айон забивает этот мяч. Винс Хантер, мы так давно тебя просили попробовать себя с трехочковой дистанцией. 34 очка. Фантастика. Это не первый трехочковый Винс Хантер в Единой Лиге ВТБ. Но первый за последний. Бросок допускает. Хотя ноги были готовы. Но сквозняк получился. Винс Хантер будет внутрь идти. И Никита Курбанов здесь. Если на первом шаге он успел, то дальше за передвижениями. Вот ЦСКА прежде всего предложил вот такую защиту и борьбу в краске постоянную. Ха-ха. Каспер Уэйр. Тони Джекири внутри. Очень хорошо себя чувствует. Сейчас поагрессивнее может внутрь он атаковать. И заваливается этот мяч в корзину. Уже Семен Антонов с мячом. Такое нечасто увидишь. Каспер Уэйр более привычный. Разыгрывающий. Уэйр как здорово. Снова залезает внутрь. Не боится он этих больших игроков. На скорости. Каспер Уэйр. Тяжелых бросков. Конечно это все заслуга ЦСКА. Армейцы сегодня защищаются в первую очередь хорошо очень на периметре. Смотря вот на размены продолжают бороться. И сейчас вот набирает Самсон Друженцев уже два очка. Ищет, ищет атаки. Вот Томас Эртель когда ничего не получается может сам. Сам решить момент. И в этой ситуации тоже вот человек который тоже не в своей стихии оказался против Тони Джекири и набрал эти два очка. Уэйр снова против Большого. Дублевич потерял равновесие и какое добивание от Самсона Руженцева. Разыгрывать. Хотя Тренд конечно в первую очередь нацелен на набор очков. Пять секунд в этой атаке. Эртель через руки Курбанова. И Томас забивает в очередной раз. Вот только горящие глаза Томаса Эртеля вдохновляют Зенит. И здесь Тренд Фрейзер с передачи как раз Томаса Эртеля набирает. Шестая передача Эртеля в этой встрече. И кто знает возможно сегодня о форме дабл-дабл. Тяжелый мяч Мелло Тримбл. Ну да, кто смотрел первую половину. Передают мяч буквально по паркету его. Кота, Зенит. Может быструю атаку попробовать надо. И этим и пользуется Томаса Эртеля. Но при этом в последние минуты не так уж активен в нападении. Мойерман. Как он развернулся. Это тоже опыт. Но и мисмэч. Все-таки не стоит забывать, что здесь Мойерман от опекуна. Ну и вот это казалось бы комфортное преимущество. ЦСКА 105 очков. Перехват. Вот она игра. Она началась прямо сейчас с этим трехочковым Томаса Эртеля. Да, Зенит выигрывает третью четверть. А Антон Остапкович из угла точно. Вот может быть почаще и Мелло Тримбл и остальным игрокам ЦСКА нужно. Ну вот не скажу, что это пока что работает. Какое открывание у Эра. Ну точно там не ждали самого низкого игрока в лиге. Выжидая Томас Эртели. Снова Фрейзер в этой позиции. Заготовочка. Здесь Мойерман серии финтов. Ну здесь уже конечно. Цели и шанс для армейцев. Каспер Уэйр. Тоже сложный бросок. И здесь Ливио Жаншар. Несмотря на четыре фола борется, бьется. И да, дает эту возможность Каспер Уэйр. Три очка. После вылета мяча за боковую Эртеля. Красиво со средней. Забивает. Вот она левая рука. Заслон. Уэйр в этот заслон врезался. Дублевич тоже упал. Здесь можно дальше. Было Дублевичу идти, но Фрейзер в отличной позиции. Три лучше, чем два. Зенит это знает. И Томас Эртель. Здесь есть преимущество Фрейзера. Андрей Зубков. Его точка. Радуга зенитовская работает. Важная капитанская трешечка от Зубкова. Десять точных попаданий. Сейчас все-таки не произошло. Дабл Тима Дублевич будет в одиночку с Джекири бороться. Но Тони сегодня очень неплох в трехсекундный. Проиграв начало. Дублевич не стал смотреть на кольцо. Было слишком далеко. Эртель дают ему пространство для броска. И он этим пользуется. Уникальный игрок Томас Эртель. Не торопятся армейцы. Джекири. Нужно было с мячом расставаться. Тримбл издали забивает. Мы говорили, да, что у этого игрока есть дальний бросок. Не баловал. Но здесь забил очень важный. Трехочковый. Эртель тоже понимает, что нужна быстро атака. А Томас, как он хладнокровен. Дать ЦСКА всю атаку провести, владея мячом. Не стал бросать Фрейзер. Мяч в руках Эртеля. Томас. Ему дают набрать легкие два. Да, именно дают. Потому что челлендж Хавьера Эмила Райковича на психологическая уверенность переходить в центральную линию. Эртель с мячом устремляется под кольцо. И набирает быстрые, относительно, конечно, быстрые два. Потому что поможет только чудо. Все внимание к атаке Зенита. Дублевич. Против него Джекири все-таки защищался. И все. 80-76. Субтитры сделал DimaTorzok